здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас депутатская программа потому что в студии депутат совета депутатов городского округа люберцы мигрант ваграмович туманов здравствуйте добрый ну это наша вторая встреча первая была когда вы еще можно сказать были молодым депутатом а теперь то вы уже депутат уже опытный осенью понятно будет как-то много всяких событий но сейчас лето депутаты что же наверно отдыхают тоже люди или как отдыхают почему бы и нет отдыхают но но как-то по-своему продолжают ошлять свою деятельность на территории избирательного округа всегда на связи с избирателями с гражданами по разным вопросам стараемся реагировать максимально кратчайшие сроки ну как это получается уже показывает опыт что 9 из 10 получается поэтому я так понимаю что у вас существует несколько вариантов связи с вами во первых есть приемные дни верно есть они где у вас про на избранная территория избирательного округа сейчас на озерный дом 7 по четвергам а так у я всегда на контакте на самом деле приемные дни это так формальность но это положено до чтобы было мой номер телефона есть у каждого желающего даже хочется в глаза посмотреть депутат я говорю мой номер есть у каждого желающего отвечаю я звонят договариваемся встречаемся же так да да конечно почему есть только в приемные дни нет это не интересно потому что тут есть необходимость видеться тогда когда в этом возникает необходимость поэтому да ну то есть исходя из обязательных условий вы их расширили практически до 100 процентов то есть абсолютно 300 градусов и до 100 процентов с чем обращаются сегодня граждане а вы знаете жкх 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 до сих пор же в чем проблема с жкх в неправильно выставленных щитах в расчетах до бывают ошибки расчетного центра дальше какие как благоустройство у нас очень мало зелени в новых кварталах так называемых человек ников поэтому самолет и самолет пики до стараемся тоже контактировать с управляющей компании а кто занимается высаживанием деревьев если территория городского округа есть там местами пятнами принадлежат городском округу то городской округ если территорию управляющей компании соответственно управляющей компании получается вы то есть к вам приходят люди говорят хотим детям деревья хотим такие деревья я выбрали деревья я обращаюсь с от 1000 письмом управляющей компании с просьбой найти денежные средства для того чтобы выполнить те или иные потребности граждан проживающих в этом доме а были заложены эти деревья когда вообще строился нет допустим был газон и вот соответственно проблема заключается в этом да там газон они говорят ну к не предусмотрен у нас есть один же средства на то что по уходу за этим газоном давайте будем искать где это все найти хорошо но насколько я помню субботники всякие были почему бы людям не собраться и могут ли они сами ну не знаю там собраться купить какие-то деревья и посадить конечно могут и это только приветствовать да они могут на самом деле есть дома в которых люди настолько дружны что они этими занимаются и когда уже обращаются ведь нам нужна помощь по поливу по организации с лопатой ну это же организация и и помогаем не мы помогаем ходатайством перед управляющей компании для того чтобы они выделяли средства либо помогали как бы тем или иным образом вот новые дома обычно это такая как говорится притчевоязыцах уже кажется как хорошо все замечательно но иногда там непонятные счета действительно выставляют какие-то как проверяет ли кто-нибудь сегодня я имею ввиду депутатский корпус не более у нас депутаты и жкх у нас такие хорошим суз специалисты профи все ли правильно сделано в этих новых человека муравейниках но вы знаете для проверки этих домов есть стоящие профильные организации мы максимум чего можем делать это походаствовать о проверке либо пойти с ними совместно какие-то организации но люди приходят к вам дожиловаться да и что-то не задавали но смотрит лает к ну вот раз-два они не ответили я могу уже написать письмо в гжи соответственно уже обратят внимание по-другому и поэтому стараемся вот такие лаконичные вопросы решать на местах понятно но еще это понимая инфраструктура то что многие ваши коллеги вот тоже каковы за таких новых домов скажем проблема вот у нас и про поликлинику здесь был данный разговор вот вот она откроется но проблема магазинов каких-то вот сейчас как с инфраструктуры вы знаете а если мы говорим о вот таких вот больших домах почему-то сначала не были заложены большие квадратные метры для того чтобы открывать там большие сетевые продуктовые магазины что было логично плюс я вам больше скажу а проблема существует по сей день в этих домах не предусмотрены нормы по снипу то есть снип нам запрещает очки сразу же погруженные работы в местах где имеются входы в жилые помещения это те самые подъезды а зачастую сейчас делают подъезды с двух сторон равнозначные и также эти коммерческие помещения имеют вход у этого подъезда и по закону они не имеют права разгружаться около подъезда теперь идеи реши вопрос данный подрядчик когда строил кто-то принимал у него вы знаете продуктовые необходимо допустим разгружать с дебар кадра а вот салон красоты он может такой щас деятельность поэтому там общего пользования и профильных пользовательных как бы помещение профильного именно назначение продуктовых как таковых нету ну мы вот у нас был такой опыт мы сотрудничаем с собственниками сотрудничаем с строительной организацией до ввода дома в эксплуатацию либо после ввода до актов мы просим их обойти эти моменты и дело с дебар кадры то есть соответствующее отверстие с воротами в котором подъезжает транспортное средство для разгруза чтобы он не блокировал проезд гражданам вокруг этого дома и получалось очень интересный симбиоз на самом деле по некоторых домах уже вот такие вот дебар кадры обустроены и когда уже все забор снимается люди заезжают сетевики разгружаются не трогая людей и люди наслаждаются насколько это возможно продуктовым магазином у себя под домом соответственно все равно в любом случае второй и третий этаж они им это неприятно там весь поток там ну да и нам ограничения шпал меня работа он же не круглосуточно может быть и круглосуточно может быть да уже мужа отдельно не планируется строить какой-нибудь кластер я имею ввиду что вы знаете вы знаете когда был инвестконтракт подписан там было предусмотрен место для торгового центра если мы возьмем даже жека самолет и землю подать торговый центр насколько я знаю информирован они уже продали в частную собственность с назначением постройки торгового центра но вот который пачек который приобрел либо организации они уже сами раз приглашали распоряжаются когда нет строить одну когда строить то есть у них есть аквейт у них есть назначение земли а вот когда это уже экономика данной организации они не в праве их принуждать ну приятно что вы в курсе всех этих вопросов с чем еще приходят помимо жкх какие еще вопросы граждане обращаются наверно может кого детский садик устроить ну огромные очереди конечно в детских садах действительно большего да конечно большие очереди но означает что дети растут вы знаете да и у нас молодое поколение но растет и вам скажу так очень сейчас нужно акцентировать внимание на то самое молодое поколение был такой опыт неоднократный приглашали не буду говорить какая школа на встречу 11 классников а там присутствовали значит студенты из этой школы которые уже окончили и учатся на бесплатных факультетах в ведущих вузах страны и такой коллектив собирается тем кому интересно и где-то на часа два-три знаете от вопросов там а как стать следователем депутатам до вопроса а как вы списывали на экзаменах то есть вот такой симбиоза очень интересный получается действительно ребята видят на примере конкретного реального человека который рассказывает путь становления до определенной точки они его впитывают как губку мне кажется такие встречи нужно часто создавать ну да это практиковать по хороший принуд вот именно понимаете 10 11 класс это на те самые ребята в которых нужно вкладывать правильные алгоритмы они и есть будущее нашей страны если мы сейчас вложим правильно дома через восемь девять лет полу получим колоссальный результат а если ими не заниматься оставить на самотек мне кажется результат он в любом случае будет есть родители есть там ректора да но если вот вложить с ними ну вот я вам так скажу до поступать следственный комитет мало иметь образование хорошее юридическое ты проходишь полиграф если ты в молодости совершал какие-либо преступления да не обязательно они фиксированы сотрудник органы либо употреблял наркотические средства при всем вашем желании вы не пройдете этот полиграф то есть нужно ребенку довести с 10 с 11 класса что мальчик девочка если ты хочешь поступить на хорошую работу если ты хочешь чтобы ты носил и те самые погоны следственного комитета тебе нужно будет воздержаться от курение марихуаны хорош от не ну вы как бы да то есть как бы человек должен понимать почему он это не делает сейчас и он не то что там никто об этом не узнает он сам себя обмануть не сможет и это зачастую является сдерживающим фактором тем людям которые хотят поступать те или иные органы на работу то есть нужно разъяснять людям как правильно добраться до точки с вами взрослые люди но при этом мы помним себя в этом возрасте спросил какого-нибудь десятиклассника половина точно не знала кем хотят быть в зависимости правды от времени ну правда это нас насколько развиты знаете информационное поле что люди уже заранее они они видят тебя кто-то себя видит блогера вижу кто приходит наши вузы поэтому я же не просто говорю они видят сегодня блогером себя почему потому что им кажется что если я пойду в блогер я сразу сейчас заработаю кучу денег и я могу то есть не умею а я могу это две больших разницы поэтому я с вами абсолютно согласен что наверное должна быть палитра вот на всех уровнях от президента до председателя правительства идет разговор о том что нужно предлагать специальности сегодня нехватка инженерных специальностей господи тех же медицинских у нас вечная нехватка то есть специальности которые на которых можно действительно заработать почему потому что кажется что то есть такое легко легко возьму сделаю некоторые думают пойду депутатом и все у меня будет все хорошо на депутат 24 на 7 работает без зарплаты поэтому мне кажется да без зарплаты кстати а мне кажется что наверное вот расширять гамму и тогда у ребенка будет выбор ведь айтишники на их много действительно они готовы идти они понимают что это и деньги и главное им это нравится да вот где найти этот момент нравится 10 11 класс директора школ учителя они должны игру и приводить людей к приводить людей и соответственно если коллектив там 35 человек сидят слушают рассказывают айтишники выбирают по интересу люди будут подтягиваться любит а каким образом я вот знаю допустим компанию которая ну ребята организовали свою компанию на сегодняшний день они работают на microsoft находить вообще на другом континенте заключили договор работают и зарабатывают деньги в глуши представляете да интернет кабель умение и желание и они зарабатывают большие деньги и они вот в интернете в этом вопросе олинг хэну и чтобы государство разрешало еще так работает ну и особенно они оплачивают налоги соответственно просто понимаете безгранична возможности интернета и это нужно использовать как во вред они безграничны таки в пользу они и вот те люди которые мечтают стать блогерами увидели там пару этих своих кумиров каких-то им надо объяснять что вот ну смотрите ну вот там три миллиона пользователей желающих и только один у вас один шанс из трех миллионов принципе с таким успехом на вас комета свалится тем более что монетизации сейчас практически отсутствует ну что ж сейчас делал небольшой перерыв мигран ваграмович туманов у нас депутации это депутатов городского круга люберца гостях и продолжим попытаем его еще о том как он там работают как депутат напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях мигран ваграмович туманов депутации это депутатов городского круга люберцы и так я так понимаю молодежь это ваше приятное такое направо сами молодой еще до сами молодой мощи но тем не менее жизнь ну очень много вызовов у нас сегодня до погода какая-то странно кстати еще по поводу молодежи своего дети тех кто находится в свой как тут у вас построена работа смотрите сначала с во у меня это очень сильно зацепило помимо того что он нам это необходимо делать зацепил это моих друзей и мы на территории нашего избирательного округа с помощью администрации с помощью головы председатель совет депутатов запустили акцию мы рядом с семьей солдата а что подразумевает данная акция предприниматели которые осчитают свою деятельность на территории округа они воле изъявили по нашему нашей просьбе отозвались помогать этим семьям то есть жива вольда абсолютно добровольно значит люди ну мы поговорили вы слушайте ну вот у вас парикмахерская как бы не хотели бы пойти навстречу два раза в месяц подстричь ребенка мобилизованного да вы чего этот нам за удовольствие те же самые зубные какие-то там стоматологии вы можете нам сделать осмотр помочь им каким-то один раз в месяц вам больше не надо то мы с удовольствием и вы знаете такая коалиция порядка 50 предпринимателей собралась но это у нас есть наш список мобилизованных ребята раскидывают допустим звонят нам необходимо подстричь ребенка мы звоним там мы слушайте но у вас там есть место то давай там такую дату запишем там некоторые кафетерии туда присоединились это безумно приятно потому что даже предприниматели причем знаете предприниматели не те которые зарабатывают большие деньги а люди сами зарабатывают у себя же как вам на организацию они хотят быть причастны они хотят чем-то помочь пока солдат воюет там хотят дать заботу о семье расскажу случай реально давай а перед грубо говоря перед весной когда нужно было переобувать резину мне позвонили с шиномонтажа и говорят мы слышали мы видели хотим помочь я позвонил у кого есть что вот женщине пришли домой поднялись забрали резину взяли ее машину отвезли переобули привезли подняли резину положили спасибо супругу привет пусть держится в мы рядом семьей есть ну вот действительно люди героически подходят они чувствуют себя участниками всего этого не важно что они сейчас на передовой кто-то ребенку конфеты принес там сказал спасибо твоему отцу это безумно приятно и у нас это получилось реально получилось работает работает это замечательно я еще такой вопрос как выстроена цепочка ну как во-первых работаете с вашими коллегами я имею ввиду по депутатскому корпусу и как выстроена цепочка с московской областной думы из государственной думы как то есть связи конечно есть у нас с нашими коллегами соответственно на советы депутатов у нас мы на телефоне если на руках какие-то вопросы возникают могут более серьезно но даже вам как скажу каждый старается на своем округе как бы помочь людям если мне обратились нам с того-то округа я звоню передаю контакты ребят там повнимательнее посмотрите с удовольствием включаются то же самое обратно где-то на каких-то встречах у них возник вопрос который относится к нашему округу с огромным удовольствием передают и мы тоже включаемся помогаем касаемо областных депутатов у нас есть изумительные депутаты они прямо включаются в работу незамедлительно когда у нас какие-то вопросы где мы здесь на местах не можем решить и зачастую действительно как бы их помощь она титаническая она действительно помогает опыт еще и опыт и возможности в их совершенно другие и это вот безумно приятно с администрация как у вас контакта работаем слаженно одно без другого существовать не не все за существует не сможет поэтому опять же мы же своими силами ничего не сделаем я почему об этом задаю вопросы потому что впереди выборы губернатора нас поэтому от того как будет идти работа значит будут какие-то подводиться итоги избиратель будет принимать к работам слаженно работаем взаимно а как часто встречу вас онлайн-конференции или с администрации по мере необходимости мы знаем где они находятся да мы помимо на советах где они присутствуют по каждому вопросу звоним профильному заместителю согласован время подъезжаем разговариваем общаемся даем решение тому или иному вопрос хорошо какие еще вопросы наверняка и медицинские какие-то темы касаются когда люди приходят к слава богу мы раньше сейчас трудно да да тем не менее знаете как люди приходят вот у меня ничего нет помогите мне они идут депутату бывает и такое бывает и такое но мы смотрим от чего ничего нет мы же не можем каждого ничего нет помочь ланя но при этом исходим из ситуации где мы можем здесь протянуть руку помощи для того чтобы человек дальше как-то вел свою хозяйству и деятельность а касаемо больниц поликлиник большая нехватка персонала нехватка много жалоб поступает ну тут никто ничего же не сделает все что можем мы тоже включаемся звоним пытаемся на вообще кластер до который обсуждается если проблемы этим всем депутатским корпусом совершенно но это понятно что москва рядом ски отбирает а конечно лучше зарплата другая хорошо еще такой вопрос все-таки уже персонального вот сейчас по прошествии сколько это вы уже в работе но сентября она скоро будет уже год на как нету ощущения что зря нет есть ощущение что нужно развивать учиться развивались а вы знаете это великая возможность когда тебе дано право помогать людям и когда чьи-то молитвы могут быть услышаны через тебя это нужно сделать гордо поднятой головой до последней капли не у каждого есть такая возможность ведь бывает когда невозможно что-то сделал я и говорю когда и чита молитвы могут исполнить через если не может исполняться но ты из кожи вон не вылезешь но если ты где-то можешь где-то подсобить помочь это нужно сделать это значит тебе всевышний выбрал для того чтобы ты сделал то это неважно ты депутат ты следователь ты просто человек абсолютно неважно эту на дороге кого-то встретил кому нужно помогать нужно всегда помогать на самом деле жизнь ну похоже на свечу тлеющую да и ты когда вот горишь ты должен дать вокруг себя тепло и свет хорошо гореть ну что не теплеть просто да да я еще такой вопрос который касается коллег с которыми вы работаете вот как это выстраивается работа вы же знаете тот специалист поэтому тут специалист поэтому тут может там денег дать тут еще что-то вот как-то этот коллаборация такая происходит между депутатами чтобы быстрее решать вопрос а специалист почему по округу максимум да вот и все то есть если вопросы моего округа можешь в округе несколько 4 но мы распределили допустим за кем-то самолет закреплен за кем-то пик за кем-то старые люберцы и между собой как бы решаем у кого что возможно тот как бы помогает вопрос депутатская деятельность мешает вашей профессиональной деятельности или времени забирает много да да но это выбор поэтому жаловаться на запись и вы продолжаете трудно да да все хорошо все он все получается семья как относятся к вашим выход семью то хоть видите вижу семью они гордятся вы знаете нужно жить прожить про жизнь нужно прожить так чтобы дети гордились родителями и сейчас вот именно ту самую жизнь трое уже трое дима к трое пока 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 трое когда кто два мальчика и девочка 8 6 и 4 годика а ну как раз хорошо артем лев и его понятно то есть вы собираетесь за столом но они они же да они же видят отца работой нет безумно приятно чтобы там к 20 годам они говорили а вот мой отец вот так а вот но это очень поэтому я понимаю что нас вот именно молодежное направление очень важно они они будущие нашей страны они будущие нашей страны если в них правильно вложить воспитание нашу страну не догнать россию не догнать хорошо вот может быть еще порадуете нас какими-то я понимаю что это не совсем ваши профильные вещи но мы видим и октябрьский проспект тут уже какая-то такая прямо эстакада появляется есть таки много мелких вопросов когда люди там лавочку или шлагбаум я кубок дворовым территориям виду тоже тоже вопросах депутатов да где-то свет где-то убрать лавочку надо вот как быстро решаются эти вопросы которые казалось бы люди иногда ну понятно что эстакаду делают федералы лавочку то могут люди же сами решить как-то решается быстро очень быстро главное чтобы тот вопрос который задается он был необходим для решения определенному кругу лица то есть если кто-то говорит что мешает свет 12 человек послушайте нам этот свет здесь нужен ну значит может быть лучше переставить кроватку не хочу кроватку перестану терпи смотрим на закон в этот момент смотрим на закон до законно ли установлен столб на этом расстоянии с таким свечением поэтому хорошо но всего доброго хорошо что с дворовыми территориями мы уже выяснили что где-то есть так называемый лук или значит где деревья можно высаживать но как-то пока это так не они особо работает с точки зрения жилищных компаний а вот обычно попадает вам дома со старенькими дворовыми территорию конечно как там дела там надо красить там это все отпадает вы знаете клеить цемент нет предела совершенства в любом случае да ну управляющей компании исходя из своей хозяйской деятельности старается удовлетворять запросы в том числе и депутатов потому что когда человек пишет раз два три а тут ну депутатский забросы немного рука ну конечно потому что следующее письмо допустим может быть надзорное ведомство которое будет смотреть по контролю за растратой данной организации что может сделать это да ну посмотри здесь не прикрыть ну как проверить финанс хозяйскую деятельность и кому хочется какую-то проверку для себя это не шантаж это просто как бы и опять же до желание людей ну желание людей о том чтобы дерево не свалилось на машину она вполне я вам говорю вполне логично и поэтому тут нужно как-то это симбиоз что исходя из списков желаний и списков возможностей и списков необходимо необходимость и вот тут всегда интересно то что фасадная часть данной дороге хотя у нас там тоже есть дороги по которым до сих пор ехать очень сложно мы говорили об этом с главой тоже но есть например то что внутри двора как бы два разных мира абсолютно вот в некоторых как мы уже выяснили люди пытаются сами создать себе комфорт некоторых люди почему-то считают что есть собственный подъезд вот этот загаженные которые они непонятно сами могут вполне взять и да и очистить вот психология людей при работе с депутатами бывает наверное когда приходят и требуют вы обязаны вы должны как вы им объясняете вы не всегда обязаны и не всегда должны ну если мы обязаны то объясняем каким образом если мы не обязаны опять же объясняем какие почему мы не обязаны но при этом что мы можем сделать вы знаете наш психотип людей очень много вот приводит к ситуации когда люди могут сделать в своей квартире ремонт на 5 миллионов рублей открывают дверь берут коврик вытряхивают в подъезд и ставят этот коврик в подъезде там нет освещения там нет краски ну мне кажется там пять квартир которые на этой лестничной площадке могли бы так могли бы такое сделать на вот именно своем уровне что никому бы не снилось я не говорю что уже к жкх должно бездействовать но можно же купить три банки краски сказать послушайте вы надоели уже не красьте вот вам краска покрасьте нам пожалуйста подъезд ну да тут нужно помогать понимаете это тем более страна в таком состоянии сейчас нам всем нужно стараться делать чуточку больше да и подходить чуточку больше понимаете да ну тогда у меня да да и тогда и лед тронется вот каждый если возьмет то что на себя должен нести еще сделать чуточку больше мне кажется ну такой объем населения мы реально двинемся вперед когда у вас следующее большое заседание в сентябре уже будет нет у нас еще в июле должно быть в июле там ряд вопросов от летия дам как-то не коснулись но в сентябре же наверно будет а он сейчас уже идет то что праздники приручены 400-летию но огромный праздник уже будет что-то будет важно то есть дождемся июля до как это интрига спасибо большое ну что ж к сожалению время завершилось в хорошем то разговоре время быстро бежит мигран ваграмович туманов депутат совета депутатов городского округа люберцы был гостем нашей программы вам успехов а значит и вашим избирателям это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания